ПОЛОВОЙ ОТБОР Значит, была она предложена Чарльзом Дарвином, и там рождалась она в некоторых муках. Дело в том, что когда Дарвин сформулировал свою теорию эволюции посредством естественного отбора, перед ним встал довольно неприятный вопрос. Ну, хорошо. Как произошло все то, чем разные организмы приспособлены к окружающей среде и к тому, что они в ней делают, эта теория объясняет очень хорошо. А как объяснить признаки, судя по всему, не только бесполезные, но и сильно осложняющие жизнь своим обладателям, мешающие им двигаться, требующие ресурсов, и непонятно, что дающие. Ну, и в частности, такими классическими признаками такого рода были так называемые украшения гипертрофированной структуры у целого ряда животных. Ну, и чуть ли не символом всего этого класса признаков был, конечно, знаменитый хвост павлина. Значит, на самом деле, который, конечно, совершенно не хвост, а над хвостью, но нам сейчас это не очень важно, так что мы его и дальше будем называть хвостом. Значит, сам Дарвин писал по этому поводу, «Что всякий раз, когда я смотрю на павлиний хвост, мне становится дурно от одного его вида». Значит, понятное дело, потому что это был феномен, нуждающийся в объяснении, а идея естественного отбора как-то довольно плохо его объясняла. Причем, добро бы дело было только в хвосте павлина, но таких структур было довольно много. Вот, собственно, на открывающем слайде вы видите замечательное существо – это стебельчатоглазая муха. Значит, у самцов этих насекомых глазки разнесены вот на таких вот стебельках, причем у некоторых видов размах стебельков превышает длину тела самого насекомого. Значит, понятное дело, ну, как бы можно, наверное, представить себе, что это дает замечательное бинокулярное зрение, позволяющее очень точно определять там расстояние до объектов и их, так сказать, размер в глубину, но как с таким даже хотя бы ползать, не говоря уж о том, чтобы летать среди, значит, какой-то растительности, в общем-то представить довольно трудно. Ну, то же самое, собственно, с этим самым павлином, который, конечно, очень эффектен, когда он вот так вот распускает хвост, но, опять же, если посмотреть, как павлин летает, надо сказать, что летает он с большим трудом, и хвост этот ему сильно мешает. Мешает и быстрому взлету, и, собственно, маневренному полету. Значит, как-то это надо объяснить. На поиске этого объяснения у Дарвина ушло лет 12, и только в 1871 году в очередном своем труде «Происхождение человека и половой подбор» он выдвинул вот эту вот идею, что это признаки, которые сами по себе ничего не дают для выживания, для приспособленности, но повышают успех у противоположного пола, являются привлекательными. Ну, собственно, косвенным подтверждением этой идеи было то, что все подобные гипертрофированные признаки, как правило, присутствуют только у одного пола, причем у животных именно со сложным поведением и с активным, в смысле, исключительно с половым размножением. Ну, и почти всегда этот пол, обладающий такими украшениями, это самцы. Вот, причем там, на самом деле, все виды, у которых это встречается, обладают еще некоторыми особенностями, о которых мы поговорим чуть ниже. Вот, ну, откуда Дарвин сделал вывод, что вот у павлина такой хвост, потому что именно павлины с такими хвостами нравятся самкам. Почему самкам нравятся павлины именно с такими хвостами? Почему, значит, у них такие экстравагантные вкусы? Ну, как бы, Дарвин не считал вообще нужным это объяснять, потому что мы не всегда там, не для каждой человеческой культуры понимаем, как могут нравиться те или иные вещи, которые в определенной культуре считаются красивыми и даже обязательными. А уж что там вообще, чем определяются предпочтения самок павлина или олених, или самок жуков-оленей, это, как бы, за пределами науки. Надо сказать, что эта идея сразу же встретила горячие возражения со стороны человека, которого можно назвать дублером Дарвина. Альфреда Рассела Уоллеса, человек, который независимо от Дарвина додумался до идеи эволюции на основе естественного отбора. Причем, если Дарвин считал, что, да, естественный отбор – механизм важный и, вероятно, ведущий, но, возможно, есть и другие, и, в общем-то, это не так уж важно, так сказать, никогда не претендовал, что ему известны все, то Уоллес всю жизнь очень жестко отставил идею, что вообще все, что возникло в результате эволюции, возникло под действием естественного отбора, и никаких других, по крайней мере, направленных факторов эволюции нет. Ну и против идеи полового отбора он выдвинул, значит, вот такое возражение, которое вы тут видите, что, извините, но такие структуры встречаются у самых разных животных, в том числе, например, у насекомых, и что же, неужели они все обладают эстетическим чувством? Вот. Кроме того, его эта идея не устраивала так же и по другим причинам, а именно, что, значит, ну хорошо, допустим, что у нас есть некий вид, где самкам нравятся самцы с вот такими гипертрофированными структурами, и допустим, что эти структуры совершенно бесполезны и даже вредны, что они требуют ресурсов, значит, затрудняют жизнь и объективно ничего не дают. Но тогда, значит, симпатия именно к этим структурам – это тоже такой характерный признак, вероятно, в той или иной мере наследственный, и тогда, значит, самки с такими вкусами должны просто подпадать под действие естественного отбора, который эти вкусы должен скорректировать на более функциональные. Поэтому это не может быть, чтобы это был самостоятельный фактор. Не может быть, чтобы эстетические предпочтения самок могли приводить к развитию вот таких гипертрофированных органов. Наверное, на самом деле, эти органы чем-то все-таки своим обладателям полезны. Ну, вот, например, что типичное такое гипертрофированное украшение – это рога оленей. Ну, олени, как известно, самцы оленей сражаются друг с другом за самок, и, наверное, при этом тот, у кого рога больше и там имеют большее число отростков, имеют преимущество в этих сражениях. Вот, естественно, что все это были исключительно умозрительные рассуждения. Значит, по крайней мере, в те времена никто не пытался проверить, действительно ли олень с более крупными рогами имеет преимущество в турнирах, и тем более как-то отделить, что это потому, что действительно у него рога более крупные, или просто более крупные рога вырастают у более крупного самца. А более крупный самец, конечно, будет иметь преимущество вот в такого рода схватках. Тем не менее, значит, Уоллис стоял на своем, что это структуры полезные или, по крайней мере, там, они как-то сопутствуют каким-то действительно полезным признакам. В частности, он писал, что вот яркая окраска там многих самцов-птиц, многих видов, в отличие от самок, но обычно свидетельствует о том, что самец вообще здоров, в хорошей форме и так далее. Значит, то есть самкам действительно выгодно выбирать таких самцов, потому что, значит, они самые лучшие, объективно. Значит, спор этот продолжался до смерти Дарвина. Уоллис намного пережил Дарвина, там, на 30 лет. Значит, после смерти Дарвин уже возражать Уоллису не мог. Значит, и, в общем-то, Уоллисовское понимание этих явлений как-то так утвердилось в биологии, не столько потому, что оно было доказано или потому, что оно лучше соответствовало фактам, а просто потому, что, скажем так, оно меньше беспокоило, меньше создавало теоретических проблем. Впрочем, в то время, это, значит, самый конец 19-го, начало 20-го века, сама эта проблематика не очень интересовала большинство эволюционистов. Как-то их больше интересовали вещи действительно адаптивные. Или, наоборот, там, тех, кто придерживался альтернативных эволюционных теорий, наоборот, значит, их как-то интересовали какие-то явно неадаптивные вещи. Поэтому она оставалась так в основном где-то на полях научного дискурса. Занимались этим мало, а полевым изучением не занимались вообще. Впрочем, надо сказать, что до 20-го века и полевым изучением естественного отбора тоже практически никто не занимался. В таком состоянии эта проблема въехала... А, вот, да, вот, значит, те самые жуки, которые, значит, используют... тоже обладают такими гипертрофированными структурами, причем тоже самцы. Вот, собственно, вы видите, что два самца сражаются, самка в сторонке ждет, кто победит. А победа заключается в том, что, значит, один из самцов должен, как, значит, в пушкинской поэме Руслан Рогдая поднять в воздух и сбросить нафиг той ветки или бревна, на которой они сражаются. Ну, как бы, с одной стороны, структуры гипертрофированные, с другой, вроде бы, вот, действительно функциональны, наверное, тот, у кого эти выросты крупнее, имеет больше шансов скинуть соперника. Ну, опять же, приписывать жукам эстетическое чувство, по мнению Олиса, совершенно недопустимо и ненаучно. Вот в таком состоянии эта проблема въехала в 20 век, где, в общем, тоже ею мало кто занимался. Друзья, значит, были отдельные работы, была, скажем, работа русского зоолога Бориса Житкова, где было показано, что, вообще говоря, тетерева на свои така часто собираются вообще в отсутствие самок, так что непонятно, как бы это самки могли их выбирать. Ну, как бы работа, конечно, интересная, но там толковать ее можно и так, и сяк, во всяком случае, она наводит на размышления, но вряд ли что-то доказывает. Вот была, пожалуй, наиболее интересная работа 26-го года. Человек, которого, фамилия которого, я даже не знаю, как она читается, видимо, Сайнет Томпсон, который работал на волнистых попугайчиках. Ну, в вольере, конечно, не в природе. вот у самцов волнистого попугайчика на воротнике, тут, собственно, самец как раз именно дикого, дикой окраски, такой именно нежно-зеленый. Вот у него, значит, на воротнике такие пестрины, значит, ярко заметные, черные. Значит, Сайнет Томпсон обнаружил, что от этих пестрин очень многое зависит именно в плане привлекательности самца. Чем их больше и чем они крупнее, ну, больше там они варьируют, число их варьирует в очень небольших пределах, а вот размер варьирует значительно. Вот. Тем больше успех самца у самок. Ну, и вплоть до того, что он в духе будущей этологии просто занимался тем, что некоторым самцам срезал эти перья, а другим, наоборот, подклеивал чужие с большими пестринами. И, в общем, по своей воле мог превратить секс-идола в замукрышку, на которую ни одна самка не глядит, или, наоборот, значит, самца, не имевшего никакого успеха, превратить, ну, если там не в кумира всех самых, то, по крайней мере, весьма успешного. Вот. То есть, вроде бы, значит, работа показывала, что, да, такой эффект существует и может иметь существенное значение для репродуктивного успеха, но насколько это соответствует тому, что происходит в природе, в общем-то, было не очень понятно, тем более, что, скажем, по секрету, как раз у волнистых попугайчиков, ну, во-первых, как вы видите, это уж как-то очень трудно назвать гипертрофированными структурами, что эти пестрины, в общем, не требуют каких-то особых ресурсов, и даже просто такого большого полового деморфизма именно у этих птиц мы не видим. На самом деле, самцы и самки окрашены очень похоже, и эти самые пестрины есть и у тех, и у других, но у самок, там, правда, размер пятен поменьше, но даже не настолько, чтобы по ним можно было надежно определить самец перед вами или самка. Вообще говоря, у волнистых попугайчиков дикого окраса единственный надежный признак это... Да елки, что ж такое? Это цвет вот этой вот структуры, вот откуда ноздри глядят. У самцов он такой вот синеватый, как тут, а у самок коричневый. Вот в таком виде эта теория существовала в первой половине XX века, пожалуй, в ее истории был один яркий эпизод. Это когда в 1930 году выдающийся английский генетик и математик, один из создателей того, что потом назвали синтетической теорией эволюции, то есть современной версии дарвинизма, сэр Рональд Фишер эти-эти-эти не туда. Так, что за дела? Выпустил свою книгу «Генетическая теория естественного отбора», в которой ну там содержалось очень много чего. Книга действительно весьма содержательная и с точки зрения ее влияния на современную ему науку, вообще вклада в создание этой самой синтетической теории и с некоторых других точек зрения, но в частности там была предложена чисто математическая модель того, как совершенно нейтральный признак может действительно стать предметом полового отбора и при этом буквально гипертрофироваться. Фишер рассуждал так, что предположим, у нас есть некая популяция, в которой есть там некоторые разнообразия по признаку длины хвоста у самцов. Есть самцы с хвостами подлиннее, есть самцы с хвостами покороче. Причем, по крайней мере, отчасти этот признак определяется генетически. То есть под ним есть определенная генетическая база. До поры до времени он не имеет никакого значения. Если самки как-то и выбирают самцов, то по каким-то совсем другим признакам длина хвоста значения не имеет. При этом допустим, что вид у нас вот это вот важно полигамин. то есть самцы спаривают со многими самками и в принципе там очень успешный самец может там быть супругом для всех самок в окрестности. Значит, теперь, допустим, у нас произошла мутация, заключающаяся в том, что самки носители этой мутации почему-то предпочитают самцов с длинными хвостами. Ну, вот так получилось, вот так они устроены, так им диктуют их странные измененные гены. Опять же, исходно это ничего не значит, потому что с длинными ничуть не хуже, чем с короткими. Значит, мутация нейтральна, ну, и мы уже знаем, к тому времени уже были опубликованы работы Сьюэла Райта на эту тему, что нейтральные мутации, неполезные, невредные, могут просто случайным образом распространиться в популяции, причем даже совершенно необязательно, чтобы они охватили ее всю. Важно, что вот такая мутация будет иметь какую-то такую заметную частоту. Ну, пусть там, не знаю, 20% всех самок популяций будет обладать вот таким специфическим вкусом. Тогда, что мы получим? Получится, что самцы, у которых хвост наиболее длинный, получат преимущество перед теми, у которых он более короткий, поскольку им достанутся все те самки, которые и так бы им достались, да? Вот эти вот, да? Плюс все те, которые любят длинный хвост, западают на него. Значит, соответственно, эти самцы оставят больше потомства и признак еще вчера нейтральный окажется выгодным для своих обладателей. Но это еще не все. Значит, у потомков, значит, этих самок и этих самцов, вот этих вот самцов, сейчас, вот этих, у них родятся дети, в том числе самцы. В том числе, значит, опять же, поскольку мы считаем, что длина хвоста хотя бы отчасти определяется генетически, то, скорее всего, эти самцы будут в среднем более длиннохвостые, чем в среднем по популяции. С другой стороны, у них родятся также и дочери, и хотя бы часть этих дочерей будет нести вот этот вот самый ген, который заставляет их выбирать длиннохвостых самцов. Таким образом, значит, самки, которые выбрали длиннохвостых самцов, окажутся выигрыши, потому что их сыновья будут тоже пользоваться преимуществом длиннохвостности и оставят больше внуков, то есть гены вот этих вот самых любителей из длинных хвостов увеличат свою частоту уже в следующем поколении. получается как бы система положительной обратной связи, что чем чем больше самок там поколение Н выберет длиннохвостых самцов, тем этот признак окажется выгоднее и тем выгоднее самкам в поколении Н плюс один выбирать опять-таки длиннохвостых самцов. То есть чем выгоднее длинный хвост самцу, тем выгоднее симпатия к длинному хвосту самки и наоборот. В результате в каждом поколении частота обоих признаков будет увеличиваться и мало того, если мы предположим, что самкам нравится не просто какая-то определенная абсолютная длина хвоста, а им нравятся именно самые длиннохвостые самцы из имеющихся, то значит вот такой вот отбор будет работать на последовательное увеличение длины хвоста, пока не доведет его до таких размеров, как, скажем, у павлина. То есть система чисто автоматическая, никаких объективных преимуществ, ни длиннохвост сама по себе приверженность к длиннохвостости не дает, но тем не менее она работает, она будет работать на увеличение признака и будет работать до тех пор, пока неудобства и опасности, связанные с чрезмерно длинным хвостом, не уравновесят его преимущества при размножении. Вот. Ну, значит, при том, что книга имела, вообще говоря, очень большой успех, там стала одной из самых, можно сказать, влиятельных книг по биологии того времени, как-то, тем не менее, даже это не привлекло особого внимания исследователей к проблеме полового отбора. Ну, прочитали. Ну, оценили, что да, чисто математическая модель показывает, как любой признак может стать выгодным просто потому, что он случайно оказался предпочитаемым некоторым количеством самок. Значит, при этом надо сказать, что еще у значительного числа биологов было довольно такое, что ли, настраженное отношение к самой идее полового отбора, поскольку, там, по крайней мере, по их мнению, это такая палочка-вручалочка или, там, не знаю, апелляция к незнанию. Когда мы сталкиваемся с явно невыгодным признаком и никак не можем придумать, в каких бы условиях он мог бы быть выгодным, мы говорим, а, ну, наверное, это результат полового отбора. это, значит, они такие, потому что их самкам нравились такие, значит, такие развесистые структуры. Ну, на самом деле, это не совсем правда, потому что мы видим, что для того, чтобы что-то можно было объяснить половым отбором, нужно, чтобы, во-первых, этот признак был присущ только одному полу, и, во-вторых, чтобы данный вид животных был полигамин. Вы не найдете ни одного моногамного вида, значит, с вот такими вот гипертрофированными, мешающими жить структурами, хотя моногамные виды с выраженным половым деморфизмом вполне себе существуют, где там самцов можно издалека отличить от самок. Вот, так что половой отбор на самом деле не такая уж палочка-выручалочка, тем не менее репутация его там у биологов, теоретиков, эволюционистов была довольно нелестная, да и вообще там следующие десятилетия, 30-е, 40-е, в значительной степени 50-е годы, ну, как бы эволюционисты были заняты другим. Именно в это время рождалось, естественно, как всегда, значит, в спорах и прозрениях синтетической теории эволюции, в это время окончательно сходил со сцены ламаркизм, в это время, значит, заканчивалось, что ли, время такого, того, что можно назвать палеонтологическим антидарвинизмом, то есть, если там в те же самые 30-е годы именно в палеонтологии были очень широко распространены не дарвиновские воззрения на эволюцию, то где-то к 60-м годам они там ушли в полной маргиналии, а синтетическая теория победила и в палеонтологии тоже. В общем, по-хорошему, руки до исследований полового отбора дошли только где-то к 60-м годам. Так, что у нас там дальше? Ага. Вот. И как раз именно в 60-е, а еще больше в 70-е годы в теоретической биологии, так это, можно сказать, на стыке теории эволюции и этологии появилось направление, которое тогда, может быть, не совсем точно, там, в силу просто чисто исторических причин, начали называть социобиологией, но сейчас его чаще называют поведенческой экологией, потому что оно относится не только к социальному поведению, но и вообще претендует на рассмотрение любых устойчивых форм поведения животных в природе вообще, именно на их эволюционное значение и возможные пути эволюции. Значит, ну, про это направление, наверное, можно было бы сделать отдельную лекцию, там, не меньшего размера, но нас сейчас интересует другое. В каком-то смысле социобиология была возвращением вот к тем самым взглядам, которые в XIX веке высказал Олес, что там как-то все действительно и разумно. В данном случае, что все устойчивые формы, которые мы видим у живых существ, в том числе формы поведения, чем-нибудь да полезны, по крайней мере, значит, более выгодны, чем любые альтернативы им. Есть в социобиологии такое фундаментальное понятие устойчивых эволюционных стратегий. Это некая стратегия, предполагается поведение, которое, будучи появившись или сформировавшись однажды у вида, не может быть вытескнена никакой другой. Любая другая окажется, по крайней мере, на первых порах значительно менее выгодной. Ну и вот основываясь на этой концепции, на этом понятии, такой довольно крупный теоретик социобиологии Роберт Триверс, которого вы тут видите, ввел представление о том, что действительно должно быть основой полового отбора. он ввел представление о родительском вкладе, обратив внимание на то, что вообще у раздельно полых животных затраты ресурсов у самца и у самки на производство потомства в расчете на одного потомка резко различны, что у самцов и особенно у самцов полигамных видов затраты сводятся только к производству спермы, что по ресурсам в общем вещь достаточно дешевая. В то время как у самок нужно произвести гораздо более крупную и требующую вложений яйцеклетку как минимум, а у многих видов, у которых есть та или иная форма заботы о потомстве, это потомство надо еще там как-то довести до ума, то есть выносить или выкормить, или сначала выносить, а потом выкормить. Поэтому самки вкладывают гораздо больше ресурсов, поэтому значит по мысли триверса пол вкладывающий больше ресурсов с большим родительским вкладом всегда в дефиците и всегда может и должен выбирать партнеров, то есть он заинтересован прежде всего в выборе правильном. В то время как другой пол совершенно в общем его стратегия в том, чтобы его выбрали. Ну и действительно, что в общем у многих полигамных видов самцы действительно не слишком разборчиво выбрали самок и больше стремятся к тому, чтобы спариться вообще со всеми доступными самками, в то время как самки так или иначе вынуждены выбирать, хотя бы потому, что у самца количество потомков за этот сезон размножения в общем-то напрямую зависит от того, сколько у него будет партнерш, в то время как у самки число потомков совершенно не зависит от того, сколько у нее будет партнеров. У нее будет столько потомков, сколько она сможет выносить и выкормить. Вот, ну, как бы теория хорошая, но оказывается, что не все так просто. Вот есть такая замечательная рыбка, трехиглая колюшка. Значит, у нее, правда, гипертрофированных структур как-то, в общем, по крайней мере, на человеческий взгляд не видно, но есть явный половой деморфизм, причем именно и только на сезон размножения. Вообще так, у нее самцы и самки довольно похожи друг на друга, но в сезон размножения самцы приобретают вот такую замечательную окраску. Синеватая спинка и ярко-красная нижняя часть морды и брюшко. Вот, это самое. при этом самцы, как полагается, ухаживают за самками, значит, всячески перед ними демонстрируют и зазывают их в гнездо, которое они сами перед этим построили. Если у самца есть возможность, он, значит, загоняет в это гнездо не одну самку, а вообще всех, до каких дотянется. Значит, самка там мечет икру, самец ее оплодотворяет, после чего он пинками выгоняет самку нафиг, остается при гнезде, вентилирует икру, охраняет ее, значит, от всех, кому вздумается ею полакомиться, значит, и, естественно, еще при этом держит территорию, чтобы на нее не заплывали другие самцы. Значит, то есть, вообще говоря, получается, что там, конечно, довольно трудно сравнить, родительский вклад самца и самки, но, значит, так вот, по впечатлению самец тратит на это дело никак не меньше ресурсов, чем самка. Тем не менее, самец остается видом, значит, проявляющим инициативу и стремящимся понравиться, а самка выбирает, значит, какой самец ей понравится больше, с каким гнездом и насколько окрашенный. то есть, с теорией родительского вклада все не так хорошо получается, как могло бы. Вот, но, тем не менее, значит, основное, что ли, большинство исследований полового отбора, а они там, с 60-х, 70-х годов стали появляться, уже исследования в природе, все, как полагается, велись в теории, как бы, не знаю, как в понятийном поле, если угодно, в том кругу понятий, который очертила социобиология. Ну и, соответственно, все они проходили именно под знаком такого, я бы сказал, нео-уоллесовского подхода к этому вопросу, что, наверное, эти самые признаки чем-нибудь да полезны, иначе естественный отбор бы их, конечно, в смысле, скорректировал бы вкусы, те, кто такие признаки выбирает. Осталось только придумать, чем же они могут быть полезны. Вот. Ну, значит, проще всего было с рогами оленя до сих пор во многих популярных изданиях вы прочтете, что олени используют свои рога для защиты от хищников. Вот, значит, перед нами пример такого, что ли, можно сказать, чемпиона по этой части, самого рогатого оленя всех времен и народов, значит, так называемый торфяной олень. Ну, торфяным, на самом деле, его назвали не потому, что он, правда, жил на торфяниках, а потому, что, в основном, его останки извлекали именно из торфяников, что, видимо, они проваливались и хорошо там сохранялись. Вот, значит, ну, просто вот тут, вот, можно сказать, я взял специально именно эту картинку, потому что тут у него с рогов взлетает ворон, да, вот он, вот, размах крыльев ворона около метра. Можете прикинуть, сколько, значит, занимают эти рога. Причем, как видите, они отнюдь, не ажурная конструкция, а такие лопаты. Вот, да, ну и кто держал в руках олень и рог, он себе представляет примерно консистенцию этого образования. Вот представьте себе, что на голове вот такая вот, значит, четырехметровая конструкция. Как ею от кого-то можно отбиваться? отбиваться. То есть, ею, наверное, можно действительно бодаться с таким же рогатым соперником, хотя и то это скорее будет такое, что ли, оружие турнирное, чем боевое. Но вот представьте, что на такого оленя нападает стая волков. Вот просто насколько резкие движения головой может себе позволить животное, у которого на голове вот это вот. ну и как бы на самом деле так оно и есть. Если мы посмотрим действительно какую-то литературу именно основанную не на рассуждениях, а на наблюдениях в природе, то мы нигде не найдем наблюдений, чтобы олени использовали свои рога для защиты действительно от хищников. То есть, не только в турнирных боях, но и в столкновениях со своими естественными врагами. Какие-то довольно мутные, что ли, в общем, тоже непонятно, насколько достоверные сведения есть только в отношении северного оленя, но как раз именно у северного оленя рогаты оба пола. Хотя рога у самок значительно меньше, чем у самцов, но они у них есть. Больше значит, ни у каких видов оленей мы примеров использования рогов для обороны не найдем. При том, что у нас среди тех же самых пронакопытных и даже тех же самых жвачных есть примеры животных, которые действительно используют рога для обороны, в том числе обороны от хищников. это так называемые полороги, то есть прежде всего различные дикие быки, в частности зубры, бизоны, и по крайней мере некоторые бараны, в частности опять же знаменитый овцебык, что действительно там есть целая отработанная техника обычно коллективной обороны от хищников, которая подразумевает именно, что хищников встречают рогами, но извините, там рога совсем другие, там никакой этой развесистости, рога относительно небольшие, с единственным острием, направлены так, что ими можно действительно хорошо работать, и рога присущи обоим полам, по крайней мере у быков точно, рога-то и быки, и коровы, и зубры, и зубрицы, вот, и рога эти не сменяются каждый год, как у оленей, а там как вырастают при половом созревании, так, значит, всю жизнь всегда преобладатели, вот, так что, значит, объяснить гипертрофию рогов именно вот у оленей защитой от хищников довольно трудно, значит, поехали дальше, чем могут быть у нас полезны гипертрофированные признаки, ну, вот, есть такое замечательное животное нарвал, это такой полярный дельфин, у которого, значит, есть совершенно удивительный зуб, он у него, значит, у самок верхней челюсти зубов нету вообще, значит, у самцов один, зато какой, он вот так вот торчит вперед, он такой очень прочный, значит, самый твердый, он закручен спирально, ну, если кто видел средневековое изображение единорогов, вот, как там выглядит этот самый рог единорога, вот его рисовали с рога нарвала, значит, в средние века эти бивни нарвалов в очень небольшом количестве попадали в Европу, ну, просто потому, что нарвалы водятся гораздо севернее большинства европейских стран, это все-таки такой полярный и приполярный зверь, вот, и в Европе действительно они продавались как рог единорогов, стоили очень дорого, из них делали скипетры там, для королей, герцогов и архиепископов, значит, ну, все это замечательно, вопрос, зачем этот рог самому нарвалу, в смысле, не рог, а бивень, вот этот вот зуб, который там длиной в треть тела самого животного, ну, есть и была масса, значит, на эту тему предположений, значит, видели в нем и турнирное оружие, действительно, там есть наблюдение и даже видеосъемки, нарвалы этими рогами соприкасаются, вот так вот, два самца друг другу навстречу, выставляют эти бивни и скрещивают их, вот, правда, не очень понятно, как на этом можно фехтовать, да еще в воде, значит, и были, что это такой осязательный орган, что они ими то ли лед прощупывают, то ли воду впереди себя, там, действительно, нашли массу рецепторов различных, там, густую сеть нервных волокон, было, что они этим расчищают полынью, когда всплывают среди льдов, вот, чтобы вдохнуть, то там, то ли пробивают, то ли разгоняют плавающий лед, вот, были, опять же, и наблюдения, и все, что они это используют для охоты на рыбу, которую они, собственно, в основном и питаются. Вот, ну, по этому поводу такой замечательный специалист по морским млекопитающим Ольга Филатова, вот как раз осенью прошлого года появилось это видео в сети, как Нарвал этим своим бивнем бьет рыбу, вот, ну, значит, Филатова повесила рядом видео, как козел рогами чешет задницу и написала, что, если, значит, вот такие съемки, мы считаем доказательством того, что предназначение бивня – это охота, то тогда с таким же успехом надо считать, что предназначение козлиных рогов – чесать задницу, вот, и дальше там писала, что, вообще говоря, китообразные зверюшки сообразительные и очень хорошо умеют использовать для охоты всякие вспомогательные средства, там, кто глушит рыбу хвостом, ну, понятно, что хвост кита вообще-то сформирован эволюцией не для охоты на рыбу, а для того, чтобы плавать, вот, кто, значит, окружает рыбий косяк такой, что ли, сетью из выдыхаемого воздуха, из пузырьков, чтобы не дать этому косяку расплыться, вот, в общем, вспомогательные средства используют только так, но это совершенно не значит, что для этого эти средства и сформированы, вот, так что с рогом нормала все эти версии остаются, значит, мягко говоря, не очень убедительными, и самое главное, чего не могут объяснить эти версии, равно как рассмотрение рогов оленей как оружие, а почему, собственно, столь полезный орган есть только у самцов, а что, самкам не нужно там, ни лед в полыне расчищать, ни рыбу бить, значит, самое, не прощупывать воду впереди себя, вот, вроде как, при том, что, опять же, репродуктивный потенциал популяции определяется, вообще говоря, самками, вот, от числа самцов, сколько, там, на будущий год народится потомков, зависит очень слабо, то есть, в нормальных условиях, в общем-то, никак, а вот от числа самок зависит прямую, сколько есть готовых к размножению самок, столько, значит, детенышей народится, вот, то есть, самки, вообще говоря, для популяции гораздо ценнее, чем самцы, почему же у них нет таких полезных органов, алло, да, ну и вот, тем более, как-то странно, для каких бы таких утилитарных целей можно было бы использовать все тот же самый хвост павлина, хотя, значит, договаривались и до этого, что вот, дескать, это такое средство напугать хищника, как он хвост распустит, как он станет сразу огромным, как глянут на хищника все эти сотни глаз, так хищник-то и испугается, ну, разумеется, никакими наблюдениями в природе это не подтверждено, а с другой стороны, тут тоже опять вопрос, а самки, что, это самое, ее пусть едят, почему у нее нет такого хвоста, если он так эффективен в отпугивании хищников, в общем, с функционализмом как-то дело не пошло, приписать этим структурам какое-то функциональное назначение, ну, при большой желании можно, но это упирается в вопросы, а почему тогда они присущи одному полу, вот, ну, так что надо как-то похитрее, надо, значит, объяснить, почему они такие, какие есть, все-таки, исходя из того, что сами по себе они ничего особенного не дают, а ресурсы жрут. Ну, такие теории тоже появились, начиная с 70-х годов прошлого века, и вот, перед нами автор, первый из таких теорий, израильский орнитолог Амоц Захави, значит, который предложил так называемую теорию Гандикапа, а именно смысл ее такой, что да, эти структуры совершенно бесполезны, они жрут ресурсы, осложняют жизнь, делают своего обладателя более уязвимым, и в этом смысле, конечно, ничего не дают, но, значит, если самец с такими структурами дожил до половой зрелости, и все еще, значит, жив, здоров и готов размножаться, то это же, значит, какие у него должны быть гены, что позволили ему все это сделать, и тогда, конечно, самке выгоднее выбирать именно таких самцов, ну, потому что, значит, у него явно есть какие-то другие скрытые достоинства, которые компенсируют, значит, эти его развесистые украшения, вот, может быть, он более устойчив к болезням, может быть, значит, там лучше, там, переносит зиму, может быть, еще что-то, но во всяком случае что-то в нем есть, вот такие вот структуры, это показатель того, что в этом мужчине что-то есть, вот, ну, значит, вот такая теория, значит, согласно которой такие украшения являются, как бы, своеобразной форой или, значит, называя другими словами, гандикапом, который именно самцы, обладающие ими, дают своим соперникам, и именно по, значит, этим признакам самки узнают сильных игроков, вот, поэтому, да, ну, разумеется, конечно, любой теория, в смысле, любой социобиолог обязательно, там, разбуди его среди ночи, скажет, что речь, конечно, идет не о том, что самка в уме прикидывает, а как же этот самец дожил до зрелости с такими структурами, просто естественный отбор способствует, значит, благоприятствует тем самкам, которые испытывают безотчетное влечение к обладателям таких структур, вот, ну, значит, насколько там получается формально сформулировать эту модель, это вопрос отдельный, во всяком случае, так красиво и математически как с фишеровским убеганием там не получается, но, тем не менее, идея такая есть, значит, немножко другую редакцию той же идеи предложили американские зоологи, супруги Джеймс Браун и Астрид Кодрич Браун, вот они, собственно, в университетских мантиях в день своей торжественной отставки с университетских постов в университете Нью-Мехику. Значит, если Захави рассматривал как бы сами гипертрофированные признаки отдельно, а то, о чем они свидетельствуют отдельно, то есть, как бы, чем хороший этот самец из самих признаков извлечь не удается, то Брауны предложили вот так называемую теорию, ну, по-русски ее обычно называют теорией честной рекламы, ну, не знаю, может, наверное, по-разному переводить это название, да, правды в завлекаловке или как-нибудь еще. Смысл такой, что, значит, вот эти структуры, они не просто говорят, что в нем что-то есть, а показывают, что именно, что вот если олень, самец, отрастил такие рога, это же вы себе представляете, да, что это образование, так, скажем, у благородного оленя, у взрослого, такого, зрелого самца, у основания рог вообще толщиной в человеческую руку. Каждый из двух рогов. И там отростков штука 15. И все это вырастает вот буквально значит, там за время от конца зимы до где-то начала лета. Там буквально за 90 дней вот такая вот структура отрастает с нуля. Можно себе представить, сколько он туда вкладывает ресурсов. Мало того, значит, это все в окончательном своем варианте, когда там уже отмирают все живые ткани, это кость. То есть в основном это фосфат кальция. Значит, вот такое вот количество кальция и фосфора он может вывести из организма без всякого вреда для себя, потому что понятное дело, когда там олень испытывает дефицит этих элементов, то у него как-то с ростом рогов плохо получается. Это то, на чем организм экономит. Это значит, что если у самца вот такие рога, он хорошо питается, у него не слишком много паразитов, там они во всяком случае не отнимают у него слишком много ресурсов, и вообще он полностью удовлетворен жизнью, что показывает опять же его замечательные вероятные генетические качества. Ну, как бы в общем идея примерно та же, просто более что ли связанная. Вот. В общем большинство там и теоретических и полевых работ по половому отбору сейчас развиваются в рамках вот этой вот идеологии. Вот. Более того, значит, они даже там пытаются нащупать какие-то связи между действительно существенными биологическими достоинствами самца и какими-то его вот такими гипертрофированными структурами, которые понимаются достаточно широко, в том числе, например, у певчих птиц это сложность песни. Вот. Связи, правда, нащупаются не очень хорошо, как-то результат достаточно двусмысленный. В частности, там, естественным кандидатом на значит посредника, на роль посредника между видимыми структурами и скрытыми достоинствами оказалась система регуляции, завязанная на гармонии тестостероне, ну, который вообще, так сказать, жестко сопряжен с развитием всех самцовых признаков самцового поведения. Уж у кого какие есть, там он уровень тестостерона влияет, там, на развитие гребня у петуха, рогов у боления и бороды у человека. Вот. Но, значит, как-то естественно предположить, что вот именно тестостерон и есть то самое, что, помимо всего прочего, есть данные, что высокий уровень тестостерона угнетает активность иммунной системы, а с другой стороны, вот он коррелирует с выраженностью самцовых признаков, и, значит, если у кого-то эти признаки выражены, то получается, что даже при работе иммунной системы в полсилы, он все равно, значит, ему не страшны никакие инфекции и паразиты. Вот. Ну, получается, правда, при проверке плохо, потому что, вот, опять же, в прошлом году бельгийцы опубликовали работу так, несколько растерянную по интонации, что смотрели они, ну, собственно, да, тут, я думаю, все видят рисунок, да, что там самочки-птички говорят про этого самого Боба, который поет, не умолкая. Так вот, это почти, так сказать, предвосхищение конкретной работы бельгийцев, которые посмотрели, что там с этим тестостероном у канарейки. ну, самцы-конарейки известны сложность своей песни и тем, сколько вообще сил они отдают этому занятию, ну, выяснилось, что да, сложность песни обладает, показывает некоторую достоверную, хотя и не слишком сильную, корреляцию с уровнем тестостерона, но при этом почему-то с этой самой иммунной системой ничего этот тестостерон не делает и, кроме того, вообще говоря, не очень сказывается на репродуктивном успехе этого самца. То есть, да, петь-то он поет, может, и лучше других, а вот, что у него потомков больше остается, как-то оценить не удалось. Ну, правда, скажем прямо, что это делалось, это, опять же, работа, которая делалась в вольере, и, кроме того, самкам там не предоставляли возможности выбирать самцов. Так что, работа весьма уязвима в полемическом отношении. Можно там сказать, что, да, и плюс еще канарейка, это вообще вид разводимый в течение четырехсот лет, то есть, уже очень многих поколений в неволе, и бог его знает, что там это разведение в неволе сделало с их репродуктивным поведением. Так что, тут работа, скажем так, не очень убедительная ни в ту, ни в другую сторону. Ни в качестве подтверждения теорий, ни в качестве их опровержения. Вот. Ну, надо сказать, что вообще вот такой подход, что ли, что признаки, поддерживаемые половым отбором, должны быть чем-то полезны, он сейчас преобладает, но все-таки не абсолютно, так сказать, всех, не все ученые, занимающиеся этой проблематикой, являются его сторонниками. Есть, значит, так сказать, среди тех, кто занимается таким поведением, есть люди, которые стоят на четких позициях Дарвина, что это эстетический выбор самок, а чем определяются их вкусы, это как бы дело такое, неизвестное. Вот, в частности, там люди, которые придерживаются с такой точки зрения, значит, очень любят птиц-шалашников, у которых самцы строят вот такие вот действительно шалаши, то есть это не просто куча там веток и травяной ветоши, а там внутри есть полость, и в этой полости самец собирает разные яркие предметы, ягоды, ракушки пустые, такие они уже от улиток, улитки умерли давно, ракушки такие красивого белого цвета, он выкладывает их. Значит, если, скажем, это происходит где-то вблизи городов или вообще каких-то селений, то там наверняка полису валяется всякая пластиковая дрянь, вот, скажем, там есть фотографии, где самец крышки от пластиковых бутылок подобрал, они такие ярко-синенькие, он их вместе выложил, получилось действительно такое красивое пятно. Значит, самцы собирают именно как бы в одной гамме, некоторые, наоборот, предпочитают, чтобы вот здесь были синенькие, а здесь красненькие. То есть, в общем, создают такие картинные галереи. Вот, и дальше он приглашает туда самок, ну, и как бы предполагается, вот это уже довольно трудно показать, но предполагается, что в зависимости от того, насколько самке понравится то, что он там изобразил, она будет более или менее к нему благосклонна. Или там предпочтет ему другого с более выраженным художественным вкусом. То есть, тут даже это не его собственные признаки, а это проявление его именно его собственного эстетического вкуса. Самки выбирают даже не самых красивых, а самцов с самым развитым вкусом. Ну, и вот придумать, как это истолковать с точки зрения теории Гандикапа или с точки зрения теории честной рекламы. Ну, наверное, можно, но боюсь, что это будет уже так, я не знаю, если кто помнит пьесу Евгения Шварца «Дракон», вот там есть такой персонаж Генрих, значит, который во время, когда во время битвы «Дракон» потерял очередную голову, значит, поторопился выпустить каменники городского самоуправления с заголовком «Почему два в сущности больше, чем три?» Ну, правда, дальше заголовку он озвучить не успел, потому что в это время дракон потерял и вторую голову. Вот, вот боюсь, что для того, чтобы объяснить вот этих вот шалашников с точки зрения что ли Олесовской понадобится не меньшая изворотливость и как бы самая изощренность в софистике, чем, значит, этому шварцскому персонажу, что, ну, вот действительно, вот о каких скрытых достоинствах может свидетельствовать то, что этот самец красиво выкладывает мелкие яркие предметы в своем шалаше, более красиво, чем другие самцы. Вот, честно говоря, значит, мне так несколько странна вся эта дискуссия. Да, я еще забыл сказать, что вот есть магистральный путь, это, в общем, подход уолесовский или социобиологический, это подход, что это все свидетельство каких-то скрытых или явных достоинств. Есть подход вот такой альтернативный, что это все чистая эстетика, которые таким образом становятся фактором эволюции. Есть, наконец, еще более маргинальные, но тоже представленные серьезными людьми, не фриками, я в данном случае вовсе не хочу сказать, что какие-то из этих людей на самом деле вообще не ученые. Так вот, подход, что вообще никакого полового отбора в природе не существует, а это все удобный способ уклониться от объяснения того, что объяснению на данном этапе не поддается. Сторонники этой точки зрения тоже есть, и это тоже серьезные ученые и исследователи поведения, как, собственно, и представители двух вышеупомянутых точек зрения. Мне на все это смотреть довольно удивительно, именно потому, что это пишут люди, которые реально занимаются полевыми исследованиями поведения, ну, или там в некоторых случаях, сейчас эти люди уже в преклонном возрасте, но много лет отдали этому полевому исследованию поведения, что все они, конечно же, ну, просто иначе это невозможно, знакомы с концепциями классической этологии, то есть доминирующего сейчас направления в исследовании поведения, а некоторые из участников этой полемики просто имели счастливую возможность учиться непосредственно у основателей этого направления. И, в частности, значит, у такого известного ученого, лауреата Нобелевской премии 1973 года, Николаса Стинбергена, который, вообще-то, голландец, и, как бы, к своим взглядам пришел, работая в Лейденском университете, но в конце сороковых годов переехал в Англию и, оставшись вторую половину жизни, прожил в ней и подготовил там огромное количество дипломников и аспирантов, среди которых многие очень известные люди, ну, в частности, всем, я думаю, известный Ричард Докинс. В молодости аспирант Тинбергена. Вот, нас сейчас интересует не Докинс и даже, значит, не биография Тинбергена, а сформулирована им концепция так называемых сверхстимулов. Значит, что это такое? Во второй половине 30-х годов Тинберген задался вопросом, а какими вообще признаками должен обладать тот или иной предмет, чтобы там животное увидело в нем ключевой стимул, запускающий там ту или иную врожденную реакцию. Вот, он начал делать макеты разных таких важных для разных видов животных предметов. Скажем, вот, делал модели птичьих яиц, делал модели самок бабочек, бархатниц, модели головы взрослой чайки, которую, значит, показывал птенцам. И, в общем, с интересом обнаружил, что, да, действительно, важны оказываются очень небольшое количество признаков, но самое главное, что во всех этих случаях можно сделать модель, которая будет вызывать более интенсивную реакцию, чем точная копия того, что она моделирует, такое реалистическое изображение, а в некоторых случаях даже чем, собственно, живой объект такого рода. Вот, в частности, значит, это самое уже виденного нами самца Колюшки, да, вот у него, скажем, такая окраска самца, это, помимо всего прочего, сигнал для других самцов, что это соперник, и на него должна быть агрессивная реакция, если такое заплывет на твой участок, все, немедленно надо кидаться, бить ему морду, вот, и ключевым здесь является вот именно где там этот курсор, это, 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 е-мое, вот это вот красная окраска нижней части тела, так вот, Тинбергену удавалось сделать модели, они выглядели достаточно грубо, такая, значит, блесна, нижняя, в общем, очень мало напоминающая на человеческий взгляд рыбку-колюшку, но нижняя часть ее была окрашена значит, в красный цвет, там, разной степени интенсивности, так вот, Тинбергену удавалось подобрать такую окраску, что у самцов она вызывала более интенсивную реакцию, чем живой самец-соперник, не говоря уж о том, что, чем реалистическое изображение такого самца, значит, возвращаемся вот к этим, значит, ну, тут вы видите, вот, значит, эта чайка, которую Тинберген предложил, сверх яйцо, размером чуть ли не с нее саму, и это яйцо оказывается для нее, значит, просто гораздо важнее, там, она бросает собственную кладку и пытается как-нибудь усесться вот на это вот, вот, значит, а на правой картинке это разные модели чайщей головы, которые он предъявлял птенцам чаянятам, значит, они все более-менее вызывают реакцию, там птенец раскрывает клюв и пищит, ну, вот, у этой модели там точно воспроизводящий значит, уровень реакции вот такой, значит, у более схематичной головы вот он такой же, собственно, да, значит, у совсем одного только клюва, но тоже более-менее точно воспроизводящего чайщий клюв тоже такой же, а вот, извините, у карандаша с тремя белыми полосками, причем, заметьте, чайщий клюв, он желтый с красным пятном, а вот самый успешный стимул, который удалось сделать Тинбергену, он красный с белыми полосками, и вот на это, значит, птенцы реагируют гораздо интенсивнее, чем, значит, на детально воспроизведенную голову взрослой чайки. То есть, оказывается, что, значит, есть, ну, что ли, такая вещь, что можно сделать нечто более выразительное, чем более, как бы, провоцирующее более сильные эмоции, чем природный стимул, на который эти эмоции должны быть направлены. Ну, и, собственно, когда Тинберген это выяснил, то сразу стало ясно, там, что в некоторых случаях эволюция это обнаружила довольно давно, и некоторые виды используют это на пользу себе и во вред другим. Ну, собственно, не то, что во вред другим, а то, что на пользу себе. Вот, как бы, несведущие, не то, что несведущие, они знакомы именно с классической этологией. Люди спрашивают, ну, как же мелкие птички могут кормить такого здоровенного и совершенно непохожего на их птенцов кукушонка? Ну, они что, не понимают, что это не может быть их птенец? Так вот, концепция сверхстимулов дает четкий ответ на этот вопрос, что вот этот вот сверхптенец со сверхбольшой и сверхяркой пастью это такой мощный эмоциональный стимул, что он перекрывает все. То есть, те, видимо, чувства, которые испытывает птичка по отношению к нему, ну, как бы, они просто исключают постановку вопроса, а мой ли это птенец? Это вызывает просто вот неудержимое желание непременно это накормить. Вот, ну, и как мы видим тут, что судя по тому, что кукушки существуют, процветают и вымирать не собираются, более того, что ту же самую стратегию вообще используют довольно много видов птиц, так называемый гнездовой паразитизм, причем отнюдь не только, значит, из группы кукушек, но и там ряда других. Некоторые утки так делают. Это, вообще говоря, значит, мы имеем дело с устойчивой, стабильной формой поведения, поведения в данном случае приемных родителей, которые, несомненно, не приносят им никакой пользы, а идет им во вред. Тем не менее, она существует, и, как бы, они отказываться от нее тоже не собираются, при том, что действительно, вот уже конкретными исследованиями показано, что, вообще говоря, естественный отбор поддерживает там, меры, направленные на борьбу с гнездовыми паразитами, что птицы, там, скажем, очень чувствительны к отличиям в окраске яиц, если, там, яйцо паразита хоть немножко отличается по окраске типичных для данного вида яиц, птицы его беспощадно выкидывают, а вот против птенца с его пастью у них никаких средств нету, естественный отбор ничего тут поделать не может, потому что для того, чтобы этот механизм не работал, для того, чтобы, значит, животное могло им противостоять, надо радикально переделать всю сферу, всю организацию поведения, вот, надо, так сказать, невозможно сделать так, чтобы птица не реагировала именно на этот сверхстимул, надо, чтобы она вообще по-другому строила свои отношения с воспринимаемыми образами, а это, извините, слишком дорого, проще платить в каждом поколении некоторую дань паразитам, значит, соответственно, что мы видим, если мы приложим эту концепцию значит, к признакам, становящимся предметом полового отбора, и в частности к тем, которые мы считаем гипертрофированными, что как только у нас какой-либо признак, неважно, это рога, хвост распускаемый, глаза на стебельках, или еще что-то там, как только он позволяет, становится как бы маркером пола, позволяет быстро отличить самца от самки, он, естественно, становится ключевым признаком для брачного поведения, прежде всего для брачного поведения самок, ну и, вероятно, для агрессивного поведения самцов, но это нам сейчас неважно, значит, а как только он становится ключевым признаком для запуска брачного поведения, значит, с ним начинается естественная история, что чем сильнее этот признак выражен, чем, как бы, больше он сдвигается в сторону сверхстимула, тем более активное поведение он вызывает, тем, значит, он успешнее в качестве сигнала. И тогда уже совершенно неважно, действительно, свидетельствует ли он о каких-то скрытых достоинствах самца или нет, является ли он там, мешает ли он жить или нет, самки будут выбирать тех самцов, у которых этот признак выражен сильнее. И в случае действительно полигамного вида это, несомненно, даст таким самцам преимущество, и признак будет сдвигаться, сдвигаться, сдвигаться в сторону все большего, все большей выраженности до тех пор, пока не упрется, значит, вот адаптивные ограничения. Ну, или в то, что он там будет гиперографирован настолько, что перестанет восприниматься как стимул. Вот, как в том анекдоте про владельца запорожца мучимого комплекса неполноценности, который ездил исключительно по ночам, расставив на кронштейнах фары, чтобы его машина казалась больше. И, в конце концов, расставил их настолько, что водитель встречного грузовика принял его за двух мотоциклистов, едущих по двум сторонам дороги и попытался проехать между ними. Вот, как бы, но, тем не менее, вот, случаев такого, чтобы стимул вышел за пределы, так сказать, сверхстимула, вроде бы, как не обнаружено. А вот, что он действительно сильно гипертрофируется, вон, посмотрите, сколько их. И это объясняет еще одну вещь, что чем, как бы, в чем была слабость модели фишеровского убегания, что непонятно, а почему, собственно, всегда сдвигается в сторону гипертрофии. Вот, там у нас появились самки, которым нравятся длиннохвостые самцы, но ведь также у нас могли появиться и самки, которым нравятся короткохвостые самцы. И тогда, наоборот, вся эта, вся та же логика рассуждений должна приводить к исчезновению хвоста. Вот, ну, как бы, опять же, может быть, даже такое и бывало. Но во всех случаях, когда мы имеем признак, по которому самцы отличаются от самок, он эволюционирует в сторону большей выраженности, никогда не меньшей. потому что выбор самок в данном случае не случайен и не определяется какой-то случайно распространившейся особой мутацией, это просто так работает восприятие, так работает аппарат врожденного поведения. Он так работает на все, на все ключевые признаки для врожденных реакций, в том числе на ключевые признаки для брачного поведения. Так, ну, и, собственно, у нас как раз осталось время, чтобы затронуть, но вряд ли исчерпать, еще один вопрос. Практически все теории, связанные с половым отбором, так или иначе, в общем-то затрагивают вопрос, а как у человека? И, как правило, так или иначе строят какие-то аналогии с человеческим поведением. причем это не зависит от того, на каких позициях стоит исследователь, что, естественно, как Олес полтора лет назад указывал, что введение в рассмотрение полового отбора заставляет нас предполагать наличие у животных эстетического чувства, естественно, возражая тем самым идеи полового отбора. Так, собственно, современные сторонники чисто эстетического подхода прямо отождествляют деятельность самцов-шалашников с изобразительным искусством. Я бы сказал, что с современным нетрудно, потому что оно с другой стороны приближается примерно к тому же. Естественно, любую концепцию, появившуюся на этом поле, мы вольно и невольно пытаемся примерить к своему собственному виду. И вот тут начинаются чудеса. Ну, вот, значит, у нас несколько фотографий. Какой пол всячески украшает себя, чтобы быть выбранным? А какой, значит, таким образом становится субъектом выбора? Женский украшает, значит, мужской таким образом выбирает. Что, как бы, ну, просто против не только всех теорий, но и вообще всего, что мы знаем о половом отборе, потому что это безумная стратегия. Мужчине выбирать вроде как не надо. А самое главное, значит, эта женщина должна выбирать, а мужчина должен стремиться, чтобы его выбрали. Ну, скажем прямо, все эти, значит, картинки и многие другие относятся ко вполне конкретной человеческой культуре. В общем, более-менее так, в широком смысле европейской и более-менее современной. Хотя, на самом деле, если мы там посмотрим на всем многообразие человеческих культур, мы найдем такие, где там мужчины изрядно себя украшают, значит, но мы точно не найдем таких, где себя украшали бы только мужчины или преимущественно мужчины. Везде женщины украшают себя или наравне с мужчинами, ну, там, как правило, другие украшения, или, значит, гораздо интенсивнее, чем мужчины. Более того, значит, во всех культурах мы именно применительно к женщине увидим, что красота, значит, привлекательность воспринимается, именно в культуре воспринимается, в традиции, как главное достоинство женщины. Она при этом может быть там и умная, это хорошо, она может быть хорошая хозяйка, это тоже хорошо, она может быть даже воительница, и это хорошо, но прежде всего она должна быть красавицей. И наоборот, мужчина в традиционных культурах, его красота, если упоминается, то именно в качестве дополнительной характеристики, что вот, значит, это самое умный, сильный, храбрый воин, богатый, да еще и красавец, еще и хорош собой. Значит, с точки зрения логики полового отбора, с точки зрения любой его теории, да даже и не теории, а просто, так сказать, сравнение там со всеми известными нам видами, это нонсенс, что все должно быть наоборот. Но вот, однако же, тем не менее, значит, вещь настолько стабильная и настолько проходящая через все человеческие культуры, что как-то объяснять ее надо. Значит, вменяемых объяснений как-то вот, ну, по крайней мере, скажем так, мне не попалось, поэтому я не берусь сказать, что эту проблему можно решить, если глянуть на это с позиции такой-то и такой-то теории, поэтому пока что единственный, на мой взгляд, разумный вывод, который можно сделать из этого обстоятельства, что не надо пытаться приложить любые теории полового отбора, в том числе, значит, те, которые утверждают, что его вообще не существует, к человеку. У него все как-то совсем не так и все нуждается в особом объяснении. Почему так? Ну, на эту тему можно поговорить долго и обстоятельно, но, боюсь, что достаточно умозрительно, то есть каких-то надежно установленных фактов тут нет. Единственное, что можно сказать, что человек все-таки, при том, что у него там можно при желании найти абсолютно любые формы брачного поведения, но все-таки он скорее такой факультативно-полигамный, что, значит, преимущество от украшения себя по всем признакам, если кто и должен получать, то только самцы, и что действительно, значит, их родительский вклад, хотя и существенный, то есть все-таки человеческой самке вырастить потомство без помощи самца довольно трудно, но все-таки гораздо меньше, чем вклад самки, несомненно. вот, ну, значит, поэтому почему у него вот такое странное распределение что ли, ролей, в общем, нуждается в каком-то специальном объяснении, которое волей-неволей давать придется, из общих соображений это объяснить не получится, вот, ну, наверное, а, да, и еще, пожалуй, одно, для полного счастья, что у человека именно сексуальная привлекательность оказывается под огромным признаки, которые считают придающими сексуальную привлекательность, оказывается под огромным воздействием чисто культурных вещей, но вот тут вы видите, как, по мнению автора этого рисунка, изменились критерии сексуальной привлекательности со времен палеолита до наших дней, да, значит, во времена, когда люди не были уверены, когда им в следующий раз удастся что-то поесть, самые привлекательные самки выглядели, судя по крайней мере по статуэткам, которые мы находим от Пиренеев до Байкала, вот так, оп, что произошло? Что? Куда? Куда? Вот. Выглядели вот так. Значит, во времена, когда, значит, страдающих излишним весом в мире стало больше, чем голодных, наиболее привлекательная самка выглядит вот так. Правда, большой вопрос, а точно ли у такой самки будет больше потомков, чем вот такой вот. Вот. Ну, собственно, на этом, наверное, все, что я имел сказать от себя. Давайте мы поблагодарим Бориса Борисовича за интересную лекцию. Вам спасибо. С вами прощается манящий краб. Еще один пример гипертрофированных структур, возникших в результате полового отбора. Вот это его замечательная клешня. Да. И сейчас будут вопросы из зала. Пожалуйста, поднимайте руки и держите, чтобы я могла к вам подойти с микрофоном. Пожалуйста. Спасибо. за лекцию. А если вот говорить о приматах, то как у них обстоят дела? Расскажите, пожалуйста. Ну, значит, смотря у каких. Значит, классический пример это павианы с их замечательными седаличными мозолями, которые, конечно же, характерны для самцов, конечно же, по крайней мере, с нашей точки зрения гипертрофированы и, видимо, действительно немало способствуют успеху своих обладателей противоположного пола. Значит, если брать чуть поближе к нам, значит, человекообразных, но не самых наших ближайших родственников, там, несомненно, есть половой деморфизм, хотя вот таких гипертрофированных структур там уже нет. Скажем, у гиббонов бывает, что самец и самка разного цвета. Я вот, правда, сейчас не вспомню, кто у них черный, а кто белый. Вот просто две самки черные, да? Вот, значит, самка окрашенная, там, носит черный мех, самец белый. При этом они примерно одного размера, при этом они такие очень хорошие моногамы, значит, вообще самец и самка образуют прочную пару на много лет, самец активно участвует в выращивании потомства, значит, тем не менее, половой деморфизм там вполне выражен. Ну, в общем, что тоже понятно, потому что в зависимости от этого, там, если ты издалека увидел сородича, надо сразу понять, как к нему относиться. у горилл вот они классические полигамы, у них гаремы, поэтому самцы у них раза в два, два с половиной больше самок, и, кроме того, еще обладают дополнительным признаком зрелости серебристой спиной. Пока у самца гориллы не посидеет спина хоть немного, он вообще у самок просто не котируется, то есть ни на какой успех он рассчитывать не может. Ну, гипертрофия это или нет, сказать трудно, но там во всяком случае все понятно, что и это как раз классический образец такой вот брауновской честной рекламы, где действительно то, что он большой, значит, это показывает, что он в смысле дает такой хороший стимул, значит, показывает его самцовость, его, значит, самое, и в то же время, да, это, значит, дает ему преимущество в столкновениях с соперниками, несомненно, при прочих равных обстоятельствах более крупный самец выходит победителем, вот, правда, у них до драк, прямых драк самцов между собой доходит редко, там обычно другими способами это решается, но в частности размер фигуры имеет большое значение, ну, значит, у самых ближайших наших родичей не очень понятно как, но у них вообще довольно запутанные брачные отношения, то есть там вроде бы и у самки может быть несколько самцов, и у самца может быть несколько самок, при этом, значит, вроде бы самцы там доминируют над самками, но при этом у самок несомненно есть выбор и самцы идут на многое, чтобы добиться расположения понравившейся самке, вот, но, соответственно, у них у шимпанзе, пожалуй, единственное, что выделяет самца, это клыки, вот, у самцов они значительно больше, чем у самок, значит, по размеру самцы там обычно в среднем превосходят самок, но это как у нас, то есть мужчины в среднем крупнее женщин, но всегда можно найти пару, где женщина крупнее, вот, вот, так же и у шимпанзе, что это размеры самцы в среднем больше, но распределение очень сильно перекрывается, вот, вот так у приматов. Спасибо большое. Спасибо вам за лекцию, у меня два коротких вопроса, и один, наверное, чуть побольше, первое, а вот яички у самцов-крыс исполняют ли подобную роль? Что, простите? Яички у самцов-крысы, они очень крупные, и выполняют ли они подобную роль у крыс? Вот, боюсь, что на это пока не нашлось своего Сайнет Томпсона, который бы им, значит, что-нибудь отрезал и подклеивал. Причем, понятное дело, да, что подклеить-то ладно, а с отрезанием там будут другие эффекты. Во всяком случае, вроде бы, у самцов-крыс имеет значение его общий размер, то есть, чем он крупнее, тем он привлекательнее, но тут еще надо сказать, что это все в основном сделано на лабораторных крысах, у которых, как всегда, вопрос, насколько их поведение соотносится с естественным поведением вида Ратус Норвегикус. А что там у диких пасюков? Ну, надо смотреть в колонии диких пасюков. Спасибо. Второй вопрос. А что с половым деморфизмом у шалашников? У них самцы и самки мало отличаются, только галереи вот эти? У них самцы отличаются, то есть, там, в общем, сразу видно, кто самец, кто самка, но гипертрофированных телесных структур нет. Спасибо. И крайний вопрос. А что у нас с червями? То есть, членистоногими понятно, а на червях не было, да, экспериментов? Спасибо. Ну, на червях, там, как правило, вы понимаете, что люди бросаются в глаза именно, собственно, по самому, по самой структуре фразы бросаются в глаза. Мы воспринимаем прежде всего то, что видно глазами. Значит, поэтому мы очень хорошо, значит, находим такие ключевые стимулы у птиц, существенно хуже у рыб и насекомых, поскольку у них не меньшее, по крайней мере, значение имеют обонятельные сигналы. Значит, еще хуже у многих млекопитающих, хотя вроде бы это наши ближайшие родственники. А вот у червей, значит, там у многих глаз нету вообще, у других глазки такие, в общем, сложный образ они воспринимать не будут. Ими можно там посмотреть где свет, где тьма и с какой стороны опасная тень появилась, но вот оценить хвост павлина такими глазами не получится. Поэтому у них, наверное, есть какие-то свои стимулы, скорее всего химические, но вот как там именно со сверхстимулами и с гипертроферными структурами, это уже сказать сложнее, тем более, что обычно они еще и пахнут в таком диапазоне, в каком мы можем не чуять вовсе, или там для этого надо переходить в водную среду, где мы опять-таки обоняние лишены начисто. Вот, так что это надо изучать. Еще вопросы будут? Спасибо большое за лекцию. Хотел бы задать такой вопрос. Вы рассказали в этой лекции о множестве теорий, значит, предположений, мнений. Встречали ли вы или, может быть, есть такие квалифицированные деятели, которые отстаивают вот эти предположения и мнения весьма догматично? Ну, называется «Возьмите статью представителей одного направления и вы узнаете, как догматично отстаивают свое мнение представители другого направления». Вот, когда, значит, там действительно видный английский этолог, ученик Докинза пишет, что верить в модель Фишера как объяснение полового отбора методологически бездравственно. Ну, и, в общем, можно понять, что он имеет в виду, что это апелляция к случайности, а это всегда попахивает, так сказать, капитуляцией ученого, что на случайность, случайностью обычно в науке объясняют то, что не могут объяснить более убедительно. Вот, а с другой стороны, там, значит, вот такой представитель именно эстетического направления в проблеме полового отбора, как его, Ричард Прам, да, пишет, что вообще говоря, там, уолисианцы относятся к своей теории чисто религиозно, что когда они находят подтверждение того, что вот эти признаки поддерживаем половым отбором в самом деле функциональны, они говорят, ага, наша теория верна, а когда они не находят, они говорят, наша теория все равно верна, просто мы плохо работали и не сумели показать. Вот, значит, что называется и то, и другое правда, поскольку тут очень трудно что-либо доказать убедительно. ну, действительно, не так-то просто показать функциональность какого-то признака, но попробуйте доказать его нефункциональность. Вот, попробуйте доказать, что там уже нарвалу этот самый зуб не нужен ни для чего, кроме как для того, чтобы производить впечатление на девочек, когда он его использует вот и так, и сяк, и разными третьими способами. Попробуйте доказать, что действительно павлину его хвост незачем не нужен. И главное доказать, что незачем не нужен это полдела. Попробуйте доказать, что он не свидетельствует о скрытых достоинствах этого самца. Вот, поэтому там волей-неволей всегда можно обвинить сторонников той или иной точки зрения в догматике, в том, что они рассматривают и отбирают факты на основании того, насколько эти факты подтверждают или не подтверждают любимую ими теорию. Но иногда действительно доходит дело до смешного. Скажем, когда бельгийцы опубликовали вот эту работу, что у канареек тестостерон там ни с чем не коррелирует, то один из отечественных специалистов почему-то увидел в этом опровержение идеи полового отбора как таковой. я не понял хода рассуждений, но тем не менее человек это напечатал. Значит, ну вот так что догматиков найти всегда можно, особенно если поинтересоваться мнением о них их оппонентов. я ответил, вы это хотели услышать. Еще вопросы? Нет? А, есть еще вопросы. Спасибо большое за лекцию. Скажите, вот вы сказали, что ламаркизм был полностью отсечен в 50-х годах нашего 20-го века. Вот. Нет, это не так. Дело в том, что эпигенетическая теория эволюции, она основана собственно на ламаркизме в том числе. Да, спасибо. И это не мое мнение, это мнение одного из, то есть я просто сейчас процитирую слова одного из ведущих сторонников эпигенетической теории эволюции, профессора Александра Павловича Росницына, который просто именно в ответ на прямо поставленный вопрос сказал, альтернатив селекционизму в рамках научного подхода я не вижу. То есть эпигенетическая теория это вариант все того же старого доброго селекционизма с речи в просторечии дарвинизма. Никакого отношения к ламаркизму не имеет. С ламаркизм пытаются связывать нынешние открытия в области эпигенетики и эпигенетического наследования, что вот якобы значит эти самые механизмы значит которые регулируют активность генов могут передаваться ну правда с быстрым задуханием, но все-таки там на пару поколений их хватает и типа если значит вот у там животного в результате каких-то внешних воздействий там какой-то ген был метилирован или деметилирован что естественно сказывается на его активности то типа это некоторый повышенный или наоборот пониженный уровень метилирования этого гена будет сохраняться у его детей внуков и даже вроде бы чего-то там находили у правнуков ну там много чего интересного но наиболее интересно там то что при этом почему-то совершенно не удается показать адаптивность этого дела то есть значит вот да вот допустим там бабушка сильно курила в результате значит у ее дочери и внучки значит слабее легочная функция выше вероятность развития астмы и для полного счастья значит самая высшая концентрация рецепторов к никотину значит называется покажите мне каким образом это можно истолковать как адаптацию значит это самое крыс самец страдал ну вернее там не то что страдал а его расхормили так чтобы у него было ожирение и у него вроде бы там какие-то действительно в связи с этим генетические сдвиги значит у его дочерей причем почему-то только дочерей не сыновей выше вероятность развития сахарного диабета покажите мне адаптацию ну и так далее вот начинаешь смотреть эти работы по эпигенетическому наследованию впечатление такое что наследует там я не знаю вот да для в классической ламар такой ламаркистской что ли системе понятий важную роль играет понятие благоприобретенные признаки вот эти признаки хочется назвать злоприобретенными ну и на мой взгляд точку в этом деле ставит работа группы резника на знаменитых тринедатских гуппи где они просто показали они там правда наследование собственно не смотрели они смотрели именно интенсивность работы генов вот какие гены интенсифицируются в первом поколении рыбок столкнувшись с новым фактором ну там у них было подсаженные хищники то есть вот жили рыбы в тихой заводе где никаких хищников не было и главным фактором отбора был именно значит успех у самок а потом туда запустили хищную цихлиду и соответственно как-то стало важно прежде всего дожить и не попасть ей в зубы вот посмотрели у них там что-то 130 что ли генов которые меняют свою активность в первом поколении дальше начинается эволюция там меняются меняется окраска меняется скорость созревания то есть время антогенеза меняется поведение много чего меняется взяли там поколение допустим четвертые посмотрели что у них с активностью этих генов и получилась замечательная вещь что практически по всем этим генам активность в четвертом поколении сдвинута в сторону противоположную той которая надвигалась в первом значит привет товарищу вам марку изменения прижизненные идут в одну сторону а эволюционные в противоположную вот вот это то что значит это самое ну и там я уж не знаю это я действительно добавлю от себя что на мой взгляд принципиально порочный путь пытаться рассматривать действительно новые интересные данные сквозь призму теории двухсотлетней давности вот что в конце концов там если мы вспомним более близкую историю теория мутаций стала действительно важной составной частью теории эволюции после того как она там в ней перестали видеть новую версию келлер 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 а увидели просто значит изменение генов не более того не претендующие на какую-то отдельную эволюционную теорию значит я ответил или вы еще что-то хотите услышать изменение в процессе онтогенеза например изменение признаков именно под воздействием внешнего фактора а дальше как это наследоваться будет ну вот в данном случае конечно сложнее сказать потому что должны тогда встретиться действительно похожие отселекционированные животные но с другой стороны если взять популяцию на которую действует внешний фактор то мы можем видеть что в этой популяции все животные будут похожи между собой и полезный признак то есть есть у него вероятность наибольшая передаться все-таки потомство ну вот собственно резник и взял популяцию на которую действует новый для данной популяции внешний фактор и убедился что сдвиги в индивидуальном развитии и сдвиги в эволюции идут в противоположные стороны значит и опять же что значит изменение в онтогенезе изменение в онтогенезе происходит или под влиянием изменений в генах произошедших совершенно независимо ни от какой внешней среды значит и тогда да они наследуются и поступают на суд отбора или действительно изменение в генах в смысле изменение в онтогенезе никак не связано с изменением в генах да вообще что извините для полноценных репликов у нас просто уже не хватает времени понятно извините я имею ввиду то что вопрос вот да я думаю уже ответили а после лекции я тогда скажу еще буквально одну фразу значит все эти значит все это изучение эпигенетических механизмов и тем более их наследование это буквально последние десятилетия а в 20-е 40-е годы ламаркизм конечно был полностью маргинализован то есть значит после опыта Дельбрюка и Лурии уже как-то его всерьез не рассматривали вот да практически в каждом поколении ученых находятся энтузиасты которые там рискуя своей научной репутацией или по крайней мере тратой огромного времени пытаются доказать что наследование приобретенных признаков все-таки существует для меня это загадка то есть загадка именно почему люди почему такие люди всегда находятся среди квалифицированных биологов аплодисменты